Доброго дня! Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сулейман. Ребенок тут у меня учится в школе номер 8. И вчера произошел такой казус. Она дежурила в столовой, и их как бы покормили в этой столовой, как дети дежурили. И датына показала мне фотографию, у нее в супе червяк. То есть чем кормят наших детей. Какая это школа? Школа номер 8. А сколько лет вашему ребенку? 13 лет. 13 лет. То есть она пришла и говорит, вот папа, посмотри, чем нас кормят. Ну да, она вот показала, она как бы, как папа-колы это сняла, что типа показать, вот так вот, просто папа, вот смотри, блин, вот это мне в супе попалось. У нее подружка там тоже, девочка вдвоем, они дежурили, ей попалась мошка. Ну мошка уже ладно, полбеды, там в столовой она летает. А у вашей что? А у моей червяк, в супе червяк. Понимаете? Мясо, блин, уже такое мясо сейчас у нас в школе, я не знаю. Но было неприятно. То есть уже были, мы стараемся, чтобы дети не кушали в этой столовой. Мы даем в ланчбоксе, даем это, но так вот вышло, что ДНН подежурила там. И вот попала на такое. Ну выделяются средства из бюджета и должны кормить нормально. Почему должны лейтбоксы или еще что-то? Ну в общем-то этот, у нас уже был казус, она у нас когда-то отравилась рыбой. Это было, ну уже лет пять назад, я точно не помню сколько ей тогда было лет. Рыба, она поела и мы как бы поговорили, я зашел по этой теме, побеседовал в столовой, там работают хорошие люди, но я ничего не могу сказать. Действительно пошли, пообщались, а мы все нормально. Понятно, что не сами они это закупают. Но дело в том, что ДНН отравилась, а тогда списали это все на то, что у нее как бы невосприимчивый организм к этой рыбе. То есть, ладно, я уже сказал, просто этот, потом она питалась, а это было младшие классы, у них там питались, они их кормили, и это добровольно, принудительно, но в общем кормили. И как бы сошлись на том, что ребенок, оно как вот, невосприимчивый к этой рыбе. Хотя рыбу дома ребенок ест, и все, слава богу, никаких эксцессов, тоже ту же самую рыбу есть сегодня. Ну, в общем сошлись на том, что это невосприятие было ребенка, ребенок отравился из-за этого. Ее стали кормить там в спецпайок, и вот, как-то так. А на данный момент, вот сейчас опять казус этой столовой получается, что ну как, чем кормят наших детей, что там за продукты, откуда они закупаются. Вы к кому-то обратились там, к учителям? Поставили, жена поставила в известность учителей. То есть, я с учителями не общался. На данный момент, вот такая ситуация, что я бы хотел в это, просто люди, чтобы знали, что едят наши дети. Это увидел ребенок. И поставщики непосредственно обратили внимание, обращали внимание на то, что они какие продукты поставляют, правильно? Да, да, да. Уже привознание. Поставщики, пусть они обращают внимание, что им поставляют. Потому что, ну, я не знаю, ты же понимаешь. Как отреагировали учителя и столовая? Сказали, примем меры. Будем надеяться. Да, да, да. Вот, ну, учителя, говорю, преподавательский коллектив, очень хороший. У нас тут замечательный преподаватель, Наталья Маколаевна. Это просто у нас, как наша вторая мама нашей семьи, понимаешь? Ну, все. Ну, вот отношения, ну, если бы это ребенок, понятно, что это не преподаватели. Это, ну, я не знаю, кто в этом виноват. Ни в коем случае преподавателей не виню. Ну, хотелось бы, чтобы наш уважаемый директор хоть как-то усилил контроль над этим, что ли. Потому что, если мы будем молчать, так же это, ну, оно так и будет спущено так вот по своей волне. Поэтому хотелось бы, чтобы администрация школы приняла меры и как-то усилила контроль над качеством продукта. Все, спасибо. 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 Спасибо.